Привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, с их картинами. Джеймс Барри – ирландский художник, который больше всего запомнился серией картины шести частей под названием «Прогресс человеческой культуры» в Большом Зале Королевского Общества Искусств в Лондоне. Также известен как один из первых художников-романтиков, работавших в Великобритании, хотя как художник мало кто оценил его до полной всеобъемлющей выставки 1983 года в Тейт-галерии. Оказал глубокое влияние на Уильяма Блейка. Родился на северной стороне Корка, это в Ирландии. Кстати, хороший городок, бывал там, так, ремарочка. Его отец был строителем, торговал на побережье между Англией и Ирландией. В детстве в Барри совершил несколько путешествий, но убедил отца позволить ему изучать рисунок и искусство. Сначала изучал живопись у местного художника Джона Батца. В школах Корка, куда его послали, его считали вундеркиндом. Примерно 17 лет он впервые попытался рисовать маслом. Приехал в Дублин, создал несколько больших картин, которые украсили дом его отца. Выставлялся в Лондоне в 1762 и 1663 годах. Во второй половине 1765 года уехал за границу. Сначала поехал в Париж, затем в Рим, где побывал более трех лет. От Рима до Флоренции, Болонии, ну оттуда домой через Венецию. В 1773 году ему было сделано предложение украсить интерьер собора святого Павла историческими и священными сюжетами. Но план провалился из-за несоблюдения соглашения епископа Лондона и архиепископа Кентербрийского. Барри был расстроен неудачей, потому что он с нетерпением определил тему, которую намерялся нарисовать. Это отвержение Христа евреями, когда Пилат предлагает его освободить. В 1774 году было сделано предложение украсить Большой зал общества поощрения искусства, монофактуры и торговля, ныне Королевское общество искусства в лондонском Адельфе, с историческими и аллегорическими картинами. Это предложение было тогда тлонено художниками. Но в 1774 году Барри сделал предложение написать целиком эту работу, при условии, что ему будет позволено выбрать сюжет и что общество оплатит ему стоимость холста, красок и моделей. Его предложение было принято. Кстати, он был известным членом Королевской академии художеств, а в 1782 году назначен профессором живописи с зарплатой 30 фунтов стерлинга в год. Профессором он настаивал на необходимости покупки коллекции картин лучших мастеров в качестве модели для студентов и предлагал несколько из коллекции Орлеана. Но эта рекомендация по поводу покупки картин не понравилась. И в 1799 году Барри был исключен из академии. Вот написано в Википедии, как художник Барри больше отличался силой своих замыслов и решительной и настойчивой решимостью. Решительной и настойчивой решимостью. Заниматься только великими предметами, чем мастерством в дизайне и красоте окраски. Его рисунок не особенно хороший, его раскраска обычная. Он был импульсивным, иногда угрюмым, иногда общительным и вежливым. Завидовал своим современникам. Умер в 1806 году. Вот, пожалуй, все, что мне удалось найти в интернете, в каких-то изданиях, в Википедии о Джеймсе Барри, ирландской художнике. Все, пока-пока, смотрим картины. Пока, до свидания. Продолжение следует...